Здравствуйте! В эфире новости и вот о чем мы расскажем вам сегодня. На страже нашего здоровья сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. В Бавлинский район присоединился к международной акции «Сад памяти», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Пасхальный батл. В кулинарном поединке определились победители. Неделя началась с традиционного аппаратного совещания, где руководители различных организаций зачитали доклады касательные различных сфер жизни в нашем районе. Особое внимание было уделено здравоохранению. Подробности далее. Аппаратное совещание открыла главный государственный санитарный врач Галина Алатарева. Она рассказала об эпидемиологической ситуации в Бавлинском районе. Поставили на 27 апреля в Бавлинском районе у нас на тете боль в бане коронавирусной инфекции. Изначально у нас было количество контактов на 41. Снято с учета на сегодняшний день 31 человек. И осталось под наблюдением 10 контактов. Всего прибывших и вернувшихся из городов Москвы и Петербурга в среду студентов Российской Федерации 32 человека, совместно проживающих 14. Из них снято с учета 6 человек. Осталось под наблюдением прибывших 27, совместно проживающих 13. С 27 апреля 2020 года на сам изоляцию ушло учреждение социального обслуживания, больницкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположен на селе Крым-Сарай. В связи с этим 12 работников учреждений обследовано на COVID-19. Также территориальным отделом ведется работа по проверке ранних данных предписаний, направленных в адрес учреждений нашего района и города по выполнению мероприятий на предупреждение пропилактики раннодирусной инфекции. По факту, что объекты мы проверили, предписание выполнено. Также на совещании был поднят вопрос о средствах самозащиты медицинских работников, о том, хватает ли на сегодняшний день масок, перчаток и других необходимых средств защиты. Об этом и о многом другом рассказал главный врач Центральной районной больницы Глеб Алексеев. В свою очередь об оперативной обстановке в Бавлинском районе доложил начальник полиции МВД России по Бавлинскому району Федор Тимофеев. По его словам, в районе за последнюю неделю осложнение оперативной обстановки не допущено. В дежурную часть поступило 179 обращений. К слову, за аналогичный период прошлой недели этих обращений было 161. Из них 5 преступлений, раскрыто одно. К административной ответственности по линии общественного порядка привлечено 59 человек. В свою очередь о ходе посевных работ рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Бавлинского района Фарид Киямов. За прошедшую неделю выпало 23 мм осадков, поэтому мы не могли производительно работать. Эти дожди очень положительно повлияют на развитие растений и будущий урожай. Особенно озимых культур. Сегодня практически все крупные хозяйства на посеве и равных культур работают на сегодняшний день более 25 пассивных агрегаций. Посеяно 3310 гектаров и равных культур, или 9% с прогнозом. Высокопроизводительную работу показывают в хозяйстве о Казуяль. У них все 29% от плана, у РЛЕ, 23% от плана, и КПХ, опять же, 20% от плана. Также на совещании был затронут вопрос по безработице. По этому вопросу в своем докладе отчиталась директор Центра занятости населения Римма Султанова. На 1 января у нас этого года было на учете 109 человек. Уровень регистрированных заработок составлял 0,6%. На 1 апреля у нас стало 152 безработных. Уровень был 0,8%. На сегодня, 27 апреля, на учете ЦЗН как ищущей работу, стало уже 348 человек. Из них 246 признаны безработными. Это уже 1,36% регистрируемой безработицы. Через квартал работы в России поступило за 2 недели 171 заявление. В течение апреля мы только 7 человек смогли тут устроить. Из них 5 – сихот предприятия. Айгар Юрьев, Абдрасикова, Артем Артемьев, БРТ. Их работа сложна, но в то же время и интересна. Именно они стоят на страже здоровья людей и мчатся на выручку, как только в диспетчерской раздается тревожный звонок. Речь идет о работниках скорой помощи. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Подробности в нашем следующем материале. Празднается День медработников скорой помощи ежегодно 28 апреля. Почему именно это число? А потому что в далеком 1898 году именно в этот день впервые были закреплены кареты скорой помощи за двумя московскими полицейскими участками. С тех пор эта работа одна из самых нужных и востребованных. В нашем коллективе работают 20 фельдшеров плюс 9 водителей. В основном весь персонал, средний медперсонал фельдшера, они с большим опытом, которые работают по 20 с лишним лет уже. Все, независимо от того, что от стажа работы, весь наш персонал работает очень добросовестно. Все любят свою работу. Потому что на скорой работает только тот, кто любит эту работу. Другие тут бы не задерживались. К слову, работа в скорой кипит круглосуточно. Но по-другому никак, ведь человек не болеет по расписанию. Поэтому скорой помощи работа организована по графику. С 8 утра до 18 часов вечера работают одни бригады, а уже с 6 вечера до 8 утра их сменяют другие. В одной бригаде два человека. И обязательно на посту диспетчер, который является важным звеном в этой профессии и своего рода посредником между больным и медицинским работником. Скорая помощь, слушай. Что случилось? Температура в который день? За границу не выезжали? В контакте их больными не было. Фамилия мечта говорите. Адрес. Хорошо, ждите. Документы приготовьте. Страховый полис, паспорт. До свидания. Первая бригада на вызов. Напарники в бригадах никогда не совпадают. График составляется таким образом, чтобы у всех было отработано одинаковое количество часов. Может быть, еще и поэтому все сотрудницы скорой помощи так друг к другу привязаны. А в работе их объединяет, пожалуй, одно – желание помочь даже в самой трудной ситуации. Расскажите, за что любите свою работу? За то, что я, как считаю, приношу пользу людям. И для меня это такой кайф оказывать и реанимировать людей. То есть спасаешь их. Здорово. А как вы считаете, ваша работа трудная? Очень. Но интересная. Скорая помощь Бавлинской центральной районной больницы работает в радиусе 75 километров. Также она обслуживает и федеральную трассу М5. Кроме того, чуть ли не каждый день приходится работать по межгороду, доставляя больных с разными заболеваниями – Бугульму, Альмитис, Клинногорск, Набережные Челны и Казань. Другими словами, одна бригада, а в смене их обычно две, все время на выезде в других городах. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить наших сотрудников скорой помощи с их профессиональным праздником. Хотелось бы пожелать им здоровья. Здоровья не только им, а также их близким. Потому что в наше тяжелое время они всегда на посту. В любое время, дня и ночи, бывает, что мы их выдергиваем из дома. Берегите себя и своих близких. В связи с проведением комплекса мер по предупреждению о недопущении распространения коронавирусной инфекции, ряд организаций нашего города работают не в обычном режиме, либо не работают вовсе. Другие же учреждения вносят в свой распорядок дня небольшие коррективы. К примеру, такие измерения в свой режим работы внесли сотрудники отдела по вопросам миграции. Сегодня прием граждан в отдел по вопросам миграции проходит в несколько ином порядке. К примеру, эта девушка, прежде чем прийти в это учреждение, предварительно созвонила со специалистами и пришла к ним в четко указанное время. Кстати, теперь прием граждан проходит за специальным столом. То есть в учреждении делается все, чтобы предупредить и не допустить распространения инфекции. Отделение по вопросам миграции Бавлинского района работает следующим образом. Прием граждан в указанный период осуществляется, как и прежде. Но старайтесь, пожалуйста, заявление подавать через единый портал государственных и муниципальных услуг. Значит, данные по шаговой инструкции мы вам доведем. После подачи данного заявления вам придет сообщение на портал ваш личный кабинет, на портале госуслуг. Когда, куда прибыть, во сколько, что при себе иметь. Что касается получения паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет, здесь также произошли некоторые изменения. В соответствии с указом президента России от 18 апреля 2020 года для граждан Российской Федерации, у которых срок действия паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, включительно, замены паспорта не требуется. Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае желательно соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону 51919 или 54922. Произошли изменения, связанные и с иностранными гражданами. Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и по каким-то причинам не имеющие разрешения на работу патента, вне зависимости от цели въезда, в данный период могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патенты. Но данный указ, скажем так, не освобождает работодателей и заказчиков работ от соблюдения работодателей требований законодательства Российской Федерации, включая установленные ограничения иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Айгуль Габдравьков, Артем Артемьев, БРТ. 18 марта в нашей стране стартовала международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первыми городами, где началась высадка деревьев в память о 27 миллионах погибших во время войны, стали города-герои. Подвиг павших во время Второй мировой войны вековечет и в Бавлинском районе. В годовщину 75-летия Победы Всероссийской добровольческой движения «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. На этой неделе к патриотической акции присоединился и Бавлинский район. «Сады памяти» появятся в городе по улице Аксакова, также в лесном фонде возле города Бавлы и на территориях лесного фонда возле сел Козыл-Яр, Потапово-Тумбарла, Крымсарай, Муртаза, Иссаргапово, Поповка, Татарский Кандыс. В понедельник на высадку сада вышли около 15 работников Бавлинского лесхоза и лесничества. «Каждый человек может посадить дерево и смотреть, нанести его координаты, записать на сайте и потом за ним ухаживать, и потом передавать детям, вот это вот я сажал, там деда там или там кого, кто у него там воевал». В городе будет высажено 15 тысяч саженцев сосны, рябина, ясеня, дуба, липа на территориях сельских поселений, 2,7 тысячи саженцев. «Мой дед Багауддинов Махады был участником Великой Отечественной войны. Он и воевал, он и в плену был, но домой вернулся. Сегодня сажаем сад памяти, чтобы вот нашим дедам, кто воевал, участникам Великой Отечественной войны, что память был. И вот мы будем помнить, наши дети, внуки будут помнить о них». «Я, например, этот день посвящаю своему отцу, участнику Великой Отечественной войны. Он воевал в Смоленской, в Смоленской боевых действиях, ушел на войну в 18 лет, в 1942 году. И в 1944 году получил сильное ранение и до конца войны лежал в госпитале. И в 1945 году вернулся с Великой войны. В 1978 году после таких тяжелых ранений сильно болел он и рано умер». «Почти у каждого работника, кто в этот день был занят на посадке саженцев, в войне участвовали отцы, деды. Поэтому сад они сажали с особым чувством, чувством грусти, гордости и патриотизма. Посадку памяти на этой неделе продолжат работники нескольких организаций и предприятий города. Айгули Диатулина, Артем Артемьев, Арель Незамов, БРТ». «Сухие пайки вместо школьного питания в связи с временным закрытием учебных заведений все школьники, в том числе и бавлинские ученики, получают продуктовые наборы. Подробности в нашем следующем материале». «Во время раздачи сухих пайков наша съемочная группа побывала в гимназии номер 4 и во второй школе. По словам директора Ирины Валитовой, в гимназии обучается 195 детей, и им предстоит раздать столько же пакетов. К слову, пакеты первоклассников стоят около 147 рублей, а для учеников со 2 по 11 классы – около 170. Пакет первоклассников дешевле из-за того, что они не учатся в субботу. Стоит отметить, что в набор сухого пайка входит сахар, подсолнечное масло, макароны, сок в литровой упаковке. В свою очередь, во второй школе обучается 595 учеников. Как нам сказала директор школы Гульна Самикова, они раздают сухие пайки уже второй день». Индир Сайфулина, Игуль Габрафикова, Артем Артемьев, БРТ. 13 апреля мультимедийная редакция «Бавлый информ» запустила фотоконкурс с креативным названием «Пасхальный батл», посвященный празднику Пасха. В нем приняли участие 5 наших читательниц. Именно они прислали в нашу редакцию фото своих кулинарных шедевров. На днях определились победители. Подробности в нашем следующем сюжете. Все 5 фотографий редакция «Бавлый информ» разместила на сайте. Лучшее фото выбирала с голосованием жителя нашего района в течение 6 дней с 14 по 19 апреля. По результатам голосования наибольшее количество голосов набрало фото Инга Ахмедзяновой. За нее отдали свой голос 56 человек. Второе место читатели сайта «Бавлый информ» отдали фотографии Лисеян Безиновой. Она набрала 46 голосов. А третье место завоевала Эльвира Косарева, набрав 25 голосов. К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса пока мы не можем пригласить к нам в редакцию и торжественно наградить призеров. Но мы обязательно это сделаем чуть позже, о чем и расскажем в наших будущих сюжетах. А пока предлагаем вашему вниманию видео Инги Ахмедзяновой. Она рассказала, чем она занимается дома и какими блюдами частенько балует своих домочадцев. Здравствуйте, меня зовут Ахмедзянова Инга. Я домохозяйка. И поэтому хотелось бы поделиться тем, чем я занимаюсь основной, сидя дома. Во-первых, у меня двое детей и муж. И каждый день я, практически каждый день, что-то пеку. Потому что я не покупаю печенье в магазине. Сегодня я решила испечь пасхальные маленькие куличи, так как их очень удобно раздавать. Вот, и хотела бы поделиться советом, что когда приходят близкие люди на Пасху, да, я в основном не пеку большой кулич. Я пеку вот таких и много. И раздаю их всегда с яйцами. Вот, поделюсь своим вот таким небольшим секретом. Вот. Если кому-то интересен рецепт приготовления этих куличей, я вам сейчас могу сказать состав, что в него входит. В состав этих куличиков входит солнце, хорошая погода, прекрасное настроение, радость, счастье, любовь. Вот. А сейчас, в период, когда мы все сидим дома, я бы еще хотела показать, чем мы с девочками в основном занимаемся. Но они еще уже делают уроки. А так я ежедневно выделяю какое-то время. И вот мы сидим, когда девочки свободно помогают мне, и лепим вот такие маленькие красивые-красивые пельмешечки. Вы знаете, впереди весна, много работы будет в огороде у кого-то, у кого-то будет много поездок, и некогда будет готовить что-то. А когда у вас в морозильнике, допустим, вы приехали откуда-то и достали в любое время замороженные свои, приготовленные с любовью тоже, с счастьем, с желанием пельмешки, то лучшего блюда нету. Вот посмотрите, сколько я сделала, допустим, за вечер. И вот хотелось бы сказать, что каждый сидящий дома может себя занять необязательно там какими-то такими заданиями, которые им не нравятся. Надо выбирать то, что нравится именно вам. В этом году был запущен новый беспрецедентный проект «Бавлый тур». Это мой большой проект, направленный на поддержку не только родного края, но и сельской молодежи. Ведь не секрет, что каждое село богато своими уникальными традициями, обычаями и, конечно же, талантами. Все подробности в нашем следующем материале. Проект создан в формате квеста. Сельские школьники смогут совершить погружение в прошлое вместе с бавлинскими татарами, удмуртами, русскими и чувашими. Участники будут не только знакомиться и участвовать в обрядах, но и выполнять задания, за которые модераторы проекта будут ставить баллы и определять победителя. Защита грантового проекта проходит онлайн. И мы очень стараемся быть в числе победителей. Наш проект будет проходить в формате этноквеста. И мы для начала выбрали такое направление. Это село Татарские Тумбарлы, это Потапово Тумбарлы, Крымсарай и Покровский Урустамак. Вот наша команда из пяти человек. Что хочу сказать. Мы хотим в данный момент данным нашим проектом показать, что наши традиции очень интересны. И могут привлечь не только жителей Татарстана и России, но и жителей зарубежных стран. Это, в принципе, готовый туристический продукт, туристический маршрут сельский. Команда проекта приглашает в сотрудничество предпринимателей, фермеров, умельцев и всех желающих. Идем быстрее в село Татарской Тумбарлы. Татарстанские звезды запустили флешмоб в социальных сетях. Они советуют вперед самоизоляции, отвлечься от тревожных новостей и почитать газеты и журналы. И объясняют, как оформить подписку на татарстанские издания, не выходя из дома. Певица Аусу Фазлыева советует подписаться на газету «Шахри Казан». По ее словам, газета очень интересная и актуальная. На газету «Шахри Казан» подписалась и певица Римма Никитина. А молодая звезда татарской эстрады Асыл Яр подписала своих родителей на журнал «Казан Утлары». Подписаться на газеты и журналы можно в режиме онлайн на сайте «Татмедиа.ру». Не выходя из дома, можно оформить подписку и на районную газету «Слава труду». Сделать это можно на сайте «Госуслуг». Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следующий выпуск новостей смотрите в четверг, 30 апреля. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В среду, 29 апреля, будет пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 9, ночи плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. В четверг, 30 апреля, также пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь. Температура днем плюс 16, ночью плюс 8 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Субтитры предоставлены. Низкие цены – это реальность. Кофе Якобс. 190 грамм, 229,90. Приходите. Магазин Светофор. Бавлы. Промышленная 14А. Низкие цены – это реальность. Свинина охлажденная. Всегда по выгодным ценам. В магазине Светофор. Бавлы. Промышленная 14А. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Татмедиа.ру. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы. Легко и быстро. Низкие цены – это реальность. Электро-шашлычница Нева. 1511,60. Приходите. Магазин Светофор. Бавлы. Промышленная 14А. Низкие цены – это реальность. Кита свежемороженая. 259,90. Приходите. Магазин Светофор. Бавлы. Промышленная 14А. Продолжение следует. Продолжение следует. В преддверии празднования 75-летия Победы Великой Отечественной войне в Привозском федеральном округе проходит масштабная акция «Наш День Победы», инициирована аппаратом полномоченного представителя президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе. Песенный марафон объединяет жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы участники передают друг другу эстафету, исполняя самую известную песню «День Победы» композитора Давида Духманова и поэта Владимира Харитонова. Для песни, без которой мы сейчас не представляем, 9 мая – праздник Победы, которую знает каждый человек в нашей стране, это год тоже юбилейный. Впервые эта песня прозвучала 45 лет назад. Старт песенного марафона Привозского федерального округа «Наш День Победы» был дан 25 апреля в Мордовии за две недели до Дня Победы. 28 апреля к песенному марафону присоединилась Республика Башкортостан. Республике эстафету передала Удмуртия. Специально для этой акции легендарная песня была переведена на башкирский язык. Я слышал про эту акцию и, конечно же, не мог остаться в стороне, потому что это колоссальный праздник для всей нашей семьи. Два моих дедов участвовали в Великой Отечественной войне. Для нас День Победы является таким большим праздником. Всегда желаем, что был мир на земле. Мы от всей души благодарим Привозский федеральный округ за замечательную идею провести такую акцию Дня Победы. Республика Башкортостан с гордостью принимает эстафету и сегодня мы впервые исполним песню День Победы на башкирском языке. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!